Одним из самых ожидаемых и торжественных событий празднования 70-летия победы в Волгограде стал военный парад. В этом году он был особенным под статью юбилейной дате. Участие в параде приняли около 2000 человек личного состава и более 60 единиц военной техники, в том числе исторической. А посмотреть грандиозное шествие смогли свыше 20 тысяч человек. В их числе и наш корреспондент Дмитрий Сараштанов. Многочисленные аплодисменты, слова спасибо, мы вас любим и помним. Волгоградцы и гости города выражают свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Один из участников парада – 92-летний ветеран Великой Отечественной Ашот Тигранович Саребеков. Фронтовик признается, что в 45-м на торжественное шествие на Красной площади ему попасть не удалось. Сегодня он даже не в числе зрителей, а участник парада. Старшина Красной Армии за рулем советского полноприводного автомобиля ГАЗ-67, который одним из первых пройдет парадным маршем по площади павших борцов. Я на них ездил в войну, так что знакомые, на Урал у меня было, я ездил, вот сейчас приехали тоже. Так что ничего тяжелого тут. У меня стаж с циферской 1943 года. Конечно, впечатление большое, хорошо, я рад очень, что меня все-таки взяли. Ровно в 10 утра по главной площади Волгограда проносят государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В самом центре города-героя около 2000 человек личного состава. После шествия знаменосцев губернатор Андрей Бочаров от имени президента страны поздравил жителей Волгоградской области. Великая победа, бесценное настояние нашего народа. Мы должны бережно пронить память о плотни наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость Родины. Подайте человеческую радость с мирной жизнью и человеческую правду передать своим детям и внушкам. В память о павших героях глава региона объявил минуту молчания. И вот движение парадных расчетов по традиции открывают линейные. За ними рота-барабанщиц, Волгоградская академия МВД, знаменные группы и почетный караул. Затем идут моряки, летчики, пехота. Они одеты в форму времен Великой Отечественной войны. Дальше чекание шаг, современные войска. Парадные расчеты, мотострелковый, десантно-штурмовой, железнодорожный бригад Южного военного округа. Сотрудники управления МЧС по Волгоградской области, курсанты Академии МВД и кадеты областного казачьего корпуса. Ежегодно сюда в этот день приходят тысячи волгоградцев. Парад победы – одна из тех возможностей, когда можно увидеть военную технику так близко. По традиции во главе колонны идет легендарная «тридцатьчетверка». В 1942 году каждый такой второй танк сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода. За танком едут другие машины времен войны – мотоциклы, автомобиль ГАЗ-67 и Виллес. А вот и современная военная техника – бронеавтомобили Тигр, БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня, Торнадо-Г, артиллерийские установки. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Берег» созданы на оборонных предприятиях Волгоградской области. Всего в параде приняли участие около 60 образцов техники. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. За всем происходящим на трибунах наблюдают многочисленные зрители, учащиеся школ, ветераны, представители российских и иностранных делегаций. Равнодушным к этому грандиозному шествию не остался никто. Страна сейчас возрождается, сильнее становится, набирает боевой дух. Были такие солдаты, которые я даже их не видел. Были техника, которой я тоже ее не видел. Интересно было, даже пришел в военной форме. Пойду или в десантники, или в сухопутные. Всего зрителями грандиозного шествия стали более 22 тысяч волгоградцев и гостей города. Кстати, пять командиров воинских частей Волгоградского гарнизона за активное участие в подготовке и проведении парада были отмечены главой региона. Дмитрий Сероштанов, Василий Кострыкин.